В Перми строгие требования к вывескам были разработаны еще в октябре 2016 года. Они определяли, на каком месте на фасаде дома может находиться табличка и какую информацию содержать. А уже в октябре 2018-го все предприниматели должны были подвести свои вывески к единому стандарту. Реклама, это нужно понимать, это не только инструмент маркетинга. Реклама формирует, особенно наружная реклама, она формирует городскую среду, создает вот этот эмоциональный фон, выстраивает визуальное пространство, локации. Если вы идете по улицам Парижа или где-то в районе Крохолевки, вы, наверное, ощущаете себя по-разному. Понятно, на это есть объективные причины, но в том числе и реклама, которая нас окружает. Город Пельм практически со дня своего основания стал развиваться как административный, торгово-транспортный и культурный центр всего Урала. Сопровождалось это притоком людей и присоединением территорий. И, конечно, это помогало росту предпринимательства. А значит, и развивалась наружная реклама, ведь она была действенным инструментом маркетинга того времени. Улица дореволюционной России в целом, так же как улица дореволюционной Перми, это калейдоскоп вывесок. Вывески были повсюду. На домах, на балконах, на окнах, на крышах, на глухих сторонах стен. Повсюду, между этажами, повсюду были вывески. Обычно, как вывеска выглядела, да, там название магазина, там мастерская, книжный магазин, лиховые изделия и обязательно большими буквами фамилия владельца, хозяин магазина. Вот. И, получается, да, они были такие украшенные кто что гораздо, да, там какие-то, как сказать, завитки, кудряши, в общем, все в этом духе. А что, если вы известный, крупный предприниматель, но ваш продукт не представлен на прилавках города? Он идет на экспорт или вы изготавливаете сырье, которое является частью готового продукта? Ваше имя не могло остаться без заслуженного места на стенах нашего города. Как креативили помещики? Есть один яркий пример, граф Тупицын. В Пермиев граф Кузьмич Тупицын по собственной технологии изобрел производство фосфора для спичек. Весь фосфор тогда завозили в Россию из Англии и Германии. Но он не только сам изобрел это производство и построил довольно крупное предприятие. На этом предприятии работало до 200 человек. Имя графа Тупицына было известно не только на всю губернию или Россию, а на всю Европу. Его технология добычи фосфора из костей животных была прорывной для того времени. А именно герб на его имении стал его визитной карточкой на века. Сейчас мы находимся у одного из домов, который граф Тупицын построил в Перми. Очень важно обратить внимание на фронтон, где сохранились инициалы Е и Г. В нашем городе такое явление не было традиции, но вот в остальном мире герб на доме или оставленные инициалы являлись нарушенной рекламой. Лучшая реклама – это была фамилия. И, безусловно, во всех адрес-календарях очень часто вместо улицы обозначался дом купца Тупицына, дом купца Любимова. То есть все люди знали, что это его родовое имение или дом. Для предпринимателей прошлого фамилия, репутация была равна. Если мы говорили фосфор от Тупицына, то это был высочайшего уровня продукт. В дореволюционной России главным двигателем рекламы было такое понятие, как личный бренд. Но произошло событие, которое полностью поменяло уклад общества. Произошло в 1917 году. Продолжение следует...